всем привет друзья с вами улакайте мы напомню играем shadowrun return и мы расследуем смерть нашего друга сэма за небольшую небольшое вознаграждение к нам присоединился джейк армитидж какой-то шаман которому нужна наша помощь чтобы разобраться с бандой уличной и ему и он в ответ нам поможет с убийством сэма любой раннер который работает сетли знаком с редмондскими пустышами не понаслышке кем бы ты ни был пустыше придутся тебе не по вкусу их рецепт щепотка радиоактивной пустыни пригоршный трущоб бары бордели для неразборчивых туристов по вкусу руки ноги пахнут формальдегидом и смертью ночные улицы вокруг морга пахнут анархией и отчаянием джейк набирает полную грудь воздуха и хмыляется похоже что вонит мотоциклетных высылок лопав радиоактивные пыли и бог знает чего еще ему по вкусу он с удовлетворением разглядывает грязь и граффити на стенах он дома мой таник спрятан за углом в двух шагах отсюда и через автобусную остановку хочешь приятно провести время и меня заводят под кучей мусора обнаруживается в деланные стены сейф с магнитным замком на передней панели открываем сейф дверь открывается с негромким шипением внутри обнаруживается набор снаряжения которое как нельзя лучше тебе подходишь ты забираешь вещи ну-ка давайте заценим о ее нет давайте мы сперва заценим вещи во нам дрон дали и кто-то тут к нам прибежал с нами драться эй не бей нас не бей нас вообще это головорез какой-то так вот у нас появился наведение отмечает цель чтобы союзником было легче по ней попасть мне кажется у нас а это кибер имплант 96 процентов так ты с пистолетом дружочек да с пистолетом он еще и маг он у нас а он прям мак мак повышает меткость цели сцеляет урон нанесенный последней атакой давайте есть ну и пристрелим уж ай давайте пометим эту цель ага у нас супер большая клавиатура слабенько мы конечно стреляем надо обязательно будет прокачаться это добро пожаловать в пустошь похоже теперь мне придется искать другое местечко для моих шмоток и так в каждом проклятом городе я часто здесь бываю могу сказать совершенно точно этот город рай для настоящего раннера теперь когда у тебя снаряжение пойдем разберем с этими хэллоуинерами пойдемте разберемся жаждущий сна беспокойный прохожий мука спокойный прохожий поговорить с нами человек перед тобой приятно одет по крайней мере по здешним меркам но он сильно нервничать прошу прощения мы не знакомы но у вас вид уличного бойца а нам отчаянно нужна помощь я сражаюсь только за деньги но мы можем заплатить какие-то головорезы повадились помогать у нас деньги мы разбили небольшой рынок на седние улицы и поначалу дела шли довольно неплохо теперь мы не можем платить им столько сколько они требуют никто не решается дать от нам отпор одинокая звезда похоже не собирается вмешиваться сколько их и сколько вы мне заплатите прямо сейчас их только двое и не могу назвать точную цену но мисс джеймс наверняка справедливо вас вознаградит попробую помочь так где говоришь этот ваш рынок у вас спасибо прямо к северу отсюда он в конце этой улицы окей сара эта женщина носит грязную одежду но на бездомную она не похожа слушает конечно мое дело но я бы туда не совалась и вам вечер добрый просто решила вас предупредить хэллоуинеры опять что-то затеяли приехали утром на своих раскрашенных мотоциклах припарковали их прямо среди рынка весь вечер маршировали по улице и отрицались прохожих деньги вещи так на север говорите да они тут еще чуть-чуть пошарахаемся в лад когда ты подходишь к этому человеку ты видишь как он напрягается пытаясь решить драться ему с тобой или бежать задача оказывается непосильной для его перегруженного наркотиками сознания на его руках видны следы от уколов и татуировки которые выдают в нем уличного шамана трудно сказать какую часть своего могущества он сумел сохранить кто ты такой никто вообще никто оставь меня в покое я ничего не видел клянусь успокойся меня зовут кай это тебя меня зовут меня зовут влад у тебя очень красивые татуировки влад ты шаман слово шаман заставляет его собраться его взгляд становится чуть более осмысленным а застилающие глаза пельна почти исчезает да да я шаман понятно пожалуйста влад расскажи мне что ты видел я видел да я его видел прошлой ночью я видел духа темного и ужасного он был таким чужим таким как все влад замолкает и гластрясает сильная дрожь где ты видел этого духа прямо через дорогу напротив союза белошвег он ушел влад он не сможет тебя убить ты в безопасности спасибо да смогу мне уже лучше я чувствую себя гораздо лучше а теперь думаю мне лучше поспать ну окей понятно в общем на севере рынок и велено нам туда у нас попросили туда сходить разобраться с этими о там что-то интересное а это уже рынок подождите это уже рынок сейчас я бы хотела сперва чуть-чуть осмотреться а потом уже лезть на рожон желательно еще и сохраниться где-нибудь там в процессе на север говорите где тут север то карты нету а и тут рынок вроде какой-то ну ладно сперва сейф получилось сейф сохранились на всякий случай торговля как сорняк она прорастет в щелях мира везде где только сможет на перекрестке этих улиц возник крошечный рынок не дали дочитать ладно хватит плати давай ну у нас ничего не осталось не мои проблемы головорез нависает над торговкой всем своим весом дыша перегаром ей в лицо не молодая уже женщина пока держится но головорез теряет терпение и похоже вот-вот сорвется ты еще к дольжер тебе побрал видела бы тебя сейчас твоя мамаша она бы тобой гордилась знаю эту шутку юмора ты не коп почему бы себе не свалить отсюда потому что я ненавижу таких подонков как ты я знал что ты нарываешься дэш тут подруга битва ай дэш это видимо вот эта милая леди 46 на дэш 55 ну давайте сперва разберемся с вот этим красавчиком ой куда ты что почесала ах ты ж зараза она какая-то магичка вот почему она так далеко убежала так 56 процентов отмеченная цель минус чувак 99 процентов ой девочка ты попала мы тоже умеем кстати в магию так огнемет или прицел а ну дополнительно поговорить с жертвами вымогателей давайте поговорим с жертвами вымогателей миссис джеймс не могу вас не поблагодарить я не люблю когда перед моим домом проливается кровь но некоторые люди отказываются понимать слова нет мы просто хотим чтобы нас ставили в покое торговка протягивает тебе несколько наед пожалуйста в знак нашей благодарности берем деньги можно по отказываться конечно брать деньги в таких играх обычно это может дать какие-то положительные ну то есть какую-то репутацию карму что-нибудь в таком духе но у нас сейчас пока что всем денег всем денег мало ладно у нас тут сейчас подозревают хэллоуинеры вон они какие-то красавчики тоже хэллоуинер дозойный эй засранцы еще один шаг и мы кладем вас на месте теперь тут командуют хэллоуинеры это один из всех двух придурков которые на меня напали если бы я не промахнулся проблем у нас сейчас не было ну-ка постой ты что пускаешься с джейком хреновая идея за его голову достаточно награда их хэллоуинеры ее получат если придется прикончить еще и тебя тем лучше так раз два как минимум но я сомневаюсь что их будет всего двое что ж это за банка такая да их как минимум трое ладно беда у нас с прицеливанием ладно в кого стреляем так маг дозорный два дозорных 54 все равно нафигово ну ладно попали минус дозорный брючки у нее огонь ранение 6 так спрятались давайте в мага ух ты крит он хорош он хорош подозреваю что он с нами все время ходить не будет все ай нет ой нет какой ужас это кто это видимо их главный босс джон джон пул ай сейчас мне прилетит этим большим ничем по моей маленькой девочки так у него очков здоровья 10 в смысле 30 10 из них мы уже отняли эй мужик мужик полег чай же просто пошутил и отзову остальных хэллоуинеров джейк расчете лады что ты думаешь джейк он ухмыляется ну как же эти парни же давно отказ открывают по мне огонь без предупреждения прикончим джона а одним хэллоуинером станет меньше я устал жать выстрел в спину каждый раз выбираясь за куревом черт он бы пристрелил тебя не задумываясь если бы решил что у тебя есть чем поживиться ты прав покончим с этим вот дерьмо так 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 чуть-чуть дальнобой какой-то наш прокачать так мы пистолеты так прицельный выстрел увеличивать вероятность попадания давайте давайте так прокачаем в принципе пистолет ладно вот тут то что-нибудь можно такое вкусненькое по ящикам бы пособирать хотя бы денежек они же бандиты у них явно должно быть бабло у нас карты нет у нас карты тут мы были ой хорошо можем кстати попытаться забежать там в этой саре сказать что мы уже хэллоуинеров завалили вдруг она нам что-нибудь скажет или даст тара нет не хочет ну и ладно пытка не пытка тут какие-то полицейские о еще один тульпончик Дэн какая прелесть запах жареной еды сахарной пудры убежавшего сай кофе почти перебивает канализационную вонь редмондских улиц тролль который стоит возле тележки одет в засальный фартук некоторые пятны выглядят старше чем его владелец купишь чего-нибудь ты видел убийство в аллее напротив нет мне тут не было когда это случилось но вообще убийство здесь не редкость это ж пустоши единственная причина по которой легавия забегали потрошитель взялся за настоящих людей в смысле тех у кого был настоящий грех давайте пончик и один сай кофе держи скажи мне о пустошах пустоши если ты о них спрашиваешь тебе точно здесь не место эта улица и есть туристический городок самое приличное на всех пустошах место грабления здесь случаются не так часто и воду из под крана иногда даже можно пить не советую тебе это делать он чешет свою подмышку прям за мной союз белошевик хочешь выпивки марок компания или чего там еще тебе надо иди туда это место единственная причина по которой я еще не прогорел развлечения разжигают у людей аппетит вот этим заведением миссис кубота очень почтенная женщина суровая но честная до скорого на дно у нас есть пончик кофе бобби привет у меня для тебя кое-что есть каждый раннер должен время от времени обновлять свой гардероб иначе его поднимут на смех буду рад тебе в этом помочь прям портной так боевой стимулятор ага он наркоторговец похоже а не портной гардероб он это лучшее заведение во всем городе будем иметь ввиду что сперва нам похоже изнутри доноится смех и звуки музыки но тебе следует сперва закончить расследование ну да выпивка потом сали дворфейка прячет товар в коробке и убирается и убирает их под прилавок закрыто приходи утром ты стоишь здесь целыми днями скажи ты видела что случилось в переулке напротив она ворчит само собой я уже закрывала лавочку когда услышала несколько взрывов один за другим через несколько секунд из переулка выбежал какой-то мужик и рванул куда-то прочь я не успела его разглядеть потом сорвались все фонари и все наконец затихло попробую угадать сходить посмотреть что случилось тебе в голову не пришло конечно нет любопытные долго не живут спасибо пожалуйста что ж так у нас видимо туда нас уже сильно не пустят да не пустят видимо идем в переулочек как раз зайти в него с нужной стороны а только сохранимся сохранимся обязательно посетим место убийства да вот у нас ага нельзя нельзя когда вы приходите к месту убийства Сэма Джейк замечает мигающие красные и синие огни полицейского автомобиля оля ну-ка постой одинокая звезда вряд ли откажется выводить меня корпорациям получить награду за моей головой уходится сразу несколько прости но я чувствую здесь нам придется расстаться еще раз спасибо за помощь с хэллоуинерами вот твои деньги там куда я собираюсь но Инна не принимает а тебя не пригодятся точно не хочешь остаться твоя помощь мне бы не помешала прости я почти всегда работаю один кроме того ты без меня не пропадешь он же собирается уходить когда вдруг останавливается и наклоняет голову да вот еще кое-что когда закончишь осматриваться заходи в Союз Белошмек это бар в средней улице если тебе понадобится снаряжение информация или выпивка у них все есть лучшее заведение по этому сторону от Чикаго несколько лет назад я оттуда не вылезал если ты сможешь завести там друзей потрошитель от тебя точно не уйдет ну до встречи Джек поворачивается к тебе спиной и исчезает в темноте размыцких пустошей грустненько мне мне нравилось как хорошо он попадал по врагам ну что посмотрим пустят ли нас Вильям вау ярко-желтая лента рассекает вечернюю темноту и привлекает внимание к силуэту начертанным мелом что впустить у тебя есть права у тебя есть я так и думал нет никаких прав а что найди себе свое новое одеяло пока мне не пришло в голову подогнать тебя дубинкой. Я так узнал. Мусор, он и есть мусор. Ненавижу. Он смотрит на тебя. Чего еще? Долгая выдалась ночка, да? Мне показалось, что ты замерз. Держи пончик и стакан сай-кофе. О, спасибо. Храник делает глоток и расплывается в довольной улыбке. Для сотрудника одинокой звезды он поразительно доверчив. Знаешь, а ведь мой отец был полицейским. Еще в те дни, когда полицейские работали на правительство, он рассказывал, что люди часто приносили ему кофе. А мне его никогда никто не приносил. Сегодня первый раз. Так чего тебе здесь надо? Всегда пожалуйста. Есть отделы над них расследований. Мне надо осмотреть место преступления и проверить, насколько хорошо работают криминалисты. Они могли что-нибудь пропустить. Валяй. Если сумеешь доказать, что они облажались, тем лучше. Мне не нравится. Слишком заносчивая. Ха-ха. Обманули дурачка. Давайте поговорим с Вильямом. Он-то явно что-то видел. Уличная жизнь изрядно потрепала этого человека. Но она же закалила его и сделала сильней. Перед тобой стоит ветеран, переживший немало уличных драк. Хотя его лучшие годы остались далеко позади. Сейчас его главные враги – артрит и уже немолодой возраст. Ты, а я тебя видел. Это дублюдок полицейский пытался тебя отшить. Чё тебе надо? Ты что-нибудь знаешь об этом убийстве? Он костя на тебя с подозрением. Ты из полиции или из корпорации какой-нибудь? Я, как и ты, без греха за душой. Ответишь на пару вопросов? Хе, может, у меня есть грех. Откуда ты знаешь? Ха, шучу, конечно, у меня нет. Гражданская регистрационная характеристика. Чтоб всех этих бюрократов разорвало. Так чего тебе надо? Ты видел убийство? Нет. И не могу сказать, что об этом жалею. Я грузил ящики для миссис Джеймс на рынке. Я уже немолодой, поэтому времени меня это заняло изрядно. Вернулся, смотрю, стоит пара туристов и блюет. Думаю, в чем дело? И тут замечаю, что рядом с моим переулком стоит этот подонок и никого туда не пускает. Надо полагать, ты живешь в этом переулке? Ну да. Последние пару месяцев я там сплю. Но большую часть времени я помогаю торговцам на рынке или прошу туристов деньги рядом с Союзом. Что еще ты видел той ночью? Хм, ну... Тем вечером видел огромного тролля в зеленых лохмотях, который бродил по улице. Покупал пончики и кофе у Дэна. Он нерочил, орудовал только левой рукой, потому что вместо правого у него был киберпротез. Можешь описать импланты этого тролля? Ну, рука у него была большая. Думаю, это и хирургическая модель. Я видел игрины, встроенный инъектор. Такой меня вскрыли эльфы в 2044-м, когда я попал к ним в плен. Ставили на мне эксперименты, как на крысе. Никогда не доверял киборгам. Это все, спасибо. Так, то есть он видел какого-то тролля, который был с хирургическими инструментами. Прекрасно. Среди осколков разбитых фонарей ты находишь кусок более тонкого стекла, похожий на донышко пробирки. Похоже, именно эти одеяла пытался забрать бездомный старик. Помимо них здесь лежит еще одно старое пальто. Так, забрать одеяло и пальто давайте. Когда ты поднимаешь грязные тряпки, из кермана пальто выпадает чек. Это счет из бара Союз Белошвей, выданный клиенту 2 дня назад. В 3.02. Незадолго до подтвержденного судебным медиком времени смерти. На чеке проставлено имя. Сэм Уоттс. Вместо имени и фамилии официантке написано всего одно слово. Койот. Так, то есть чувак прибрал его пальтишко. Так, осветительная панель совсем новая. Кто-то разбил свои фонари на этой улице. Присмотревшись, ты понимаешь, что все они были уничтожены одновременно. Как если бы какая-то сила заставила их взорваться. На полу отчетливо видны следы двух пар ног. Первый след принадлежит человеку и заканчивается рядом с местом, на котором было найдено тело. Второй след гораздо большего размера. Следует за первым. Эй, не успела, не успела. В общем, понятно. Второй явно это троллиный след. Что у нас есть? Давайте важные предметы. Осколок пробирки. Одеяло и пальто. Счет из бара. И немножечко кармы. Западительная чайка для оружия. Мне интересно. А у нас это улучшает как-то дальний бой, как пистолеты. Прицельный выстрел позволяет видеть вероятность ненесения категорического урона. Давайте. Прокачаем немножко пистолеты. Все. Давайте отдадим, может, одеяло человеку. Привет. По-моему, это твои вещи. Отдайте ему одеяло и пальто. Мои вещички очень любезны с твоей стороны. В этих краях незнакомцы не часто помогают друг другу. Все. Тут мы точно ничего не забыли, да? Все. Видите? Смотрите. Напоили за 10 вообще монет. Пробрались на место преступления. Так. Ты вчера продавал пончики троллю, одетому в лохмотье? Может быть, тебе какое дело? Да, я продаю не один десяток пончиков. Я знаю, как одинокая звезда поступает с металюдьми. Если я им скажу, что тролль у меня кое-что купил за полчаса до убийства, они загребут его просто для того, чтобы сделать из него козла отпущение. Так что нет. Никого я не видел. Ничего тебе не скажу. Давай еще одну для меня пончик с повиделом. Вот так-то. Ничего больше нам не хочет говорить. Ну что, следующая остановка, видимо, у нас бар. Бобби. Да, Бобби у нас продает только стимуляторы. И, ну, в Белосоюз Белошевек мы пойдем, очевидно, уже в следующей серии. Поэтому не забывайте ставить лайки, писать комментарии, чтобы видео продвигать. И свидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok